Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим студни образование. Поддержите автора канала в его работе. Отправьте донат. Подпишитесь на busty.tu. Кондитерские изделия с желеобразной структурой получаются в результате применения фруктового пектина содержащего сырья или желирующих веществ студни образователей агара, агароида, пектина, модифицированного крахмала или желатина. Растворы этих веществ отличаются способностью при определенных условиях давать студни, которые образуются цепиобразными молекулами желирующих веществ. Процессу образования желеобразной структуры кондитерских изделий обязательно предшествуют следующие операции. Набухание студни образователя, его растворение, добавление сырьевых ингредиентов, уваривание и, наконец, охлаждение, выстойка. Для набухания студни образователей замачивается в холодной воде. При этом происходит увеличение его объема в зависимости от вида студни образователя. Процесс этот является взаимодействием длинных цепиобразных молекул с низкомолекулярной жидкостью, ограниченным только поглощением жидкости воды без самопроизвольного растворения в ней. Объясняется это тем, что энергия взаимодействия цепиобразных молекул между собой больше, чем энергия взаимодействия их с молекулами жидкости. Набухаемость часто характеризуется количеством, степенью набухания, выражаемой отношением, представленным на экране. Набухший студни образователь подвергается растворению в горячей воде, к нему добавляется предусмотренные рецептуры сырье и смесь уваривается до концентрации, зависящей от вида и количества студни образователя. В горячих сиропах студни образующие вещества представлены в растворенном виде. Их молекулы участвуют в броуновском движении и не связаны в пространственную структуру. При охлаждении ниже температуры текучести эти растворы, сиропы, образуют студень. Согласно научным определениям, студни представляют собой растворы высокомолекулярных соединений в низкомолекулярных жидкостях, обладающие свойствами полутвердых тел, заметной прочностью и упругостью, отсутствием текучести при малых напряжениях сдвига и способностью к сохранению формы. Эти свойства проявляются в связи с образованием внутренней структуры пространственной сетки или каркаса, образуемой цепиобразными макромолекулами студни образователя, связанными силами межмолекулярного взаимодействия, водородными, ионными и ковалентными связями. При застудневании растворов агара, агароида и тому подобное макромолекулы принимают растянутые конформации. В более концентрированных растворах молекулярное взаимодействие проявляется сильнее. В таких растворах при образовании студней уже существуют агрегаты или надмолекулярные структурные образования, и процесс застудневания сводится к связыванию их в единую пространственную сетку. Изменение формы цепей в результате усиления межмолекулярных взаимодействий и образования надмолекулярных структур и связывания их в пространственную сетку – это характерная чистостуднеобразование в концентрированных растворах. При этом в формировании пространственной сетки студня принимают участие не только изолированные молекулы, но и их вторичные структурные образования. Формирование структуры студня связано с миграцией макромолекул или структурных элементов, поэтому возрастающая при охлаждении раствора вязкость задерживает рост структуры. При медленном охлаждении большое число фракций агара или другого желирующего вещества принимает участие в построении структуры и структура получается более развитой. При изготовлении желирующих кондитерских изделий весьма важным является знание температуры и времени перехода раствора, содержащего студнеобразователь, из жидкого текучего состояния в полутвердое студнеобразное состояние. Этот переход в растворах высокомолекулярных веществ происходит не скачкообразно, а во времени, с некоторой размытостью температуры стеклования студнеобразования и зависит как от вида, так и от концентрации студнеобразователя. Скорость перехода из жидкого в полутвердое состояние находится в зависимости от длины и гибкости макромолекулы и от полярности побочных групп. С понижением температуры происходит постепенная перегруппировка сегментов макромолекул. Скорость перегруппировки зависит от времени релаксации, важного для производства изделий показателя, позволяющего находить минимально необходимое время выставки изделий в процессе формования. При увеличении скорости охлаждения повышается температура студнеобразования и это осложняет ее определение. Необходимо иметь в виду, что разные методы определения дают различные результаты. Сравниваться могут лишь одинаковые методы, проводимые в строго одинаковых условиях определения. Сдерживание скорости охлаждения в начальный период формования изделий, изготавливаемых на агороиде, выдерживанием при температуре близкой к температуре студнеобразования, с последующим более глубоким охлаждением, приводит к получению изделий с более прочным каркасом студня. В процессе нагревания студня увеличивается тепловое движение молекул, оно приводит к ослаблению каркаса и его растворению. Температура разрушения каркаса является температурой плавления. При более высокой температуре раствора вязкость не имеет большого значения и температура плавления студня мало зависит от концентрации в нем желирующего вещества, если она не очень велика. Добавление сахара к растворам агара, агороиды и других желирующих веществ увеличивает количество сухих веществ в растворах и повышает их вязкость. Вязкость снижается при добавлении к ним дегидратирующих веществ, например, спирта. Растворы, содержащие смесь каких-либо желирующих полимеров, например, агара и желатина, могут иметь вязкость, не соответствующую правилу аддитивности. У таких смесей иногда наблюдается более низкая вязкость, чем у растворов, содержащих один из указанных компонентов, при одинаковом содержании сухих веществ во всех случаях. Большое значение для физико-химических свойств растворов и студней желирующих веществ имеет их химический состав и природные физико-химические особенности вещества. Эти свойства могут значительно изменяться под влиянием многих физических и физико-химических факторов. Снижение желирующей способности высокомолекулярных соединений наблюдается и в тех случаях, когда под действием кислот, щелочей, окислителей и других химически активных веществ изменяется их химический состав. Различные желирующие вещества не одинаково подвержены такой деструкции, снижение студнеобразующей способности может в разной степени наблюдаться у желирующих веществ под влиянием нагревания и других воздействий физического характера, ультразвука, ионизирующих облучений, диспергирования и тому подобное. Образование сплошной структурной сетки в студне обнаруживается по качественным изменениям механических свойств, по возникновению жесткости, то есть статической упругости сдвига и прочности на сдвиг. Как правило, возрастает период релаксации, то есть время рассасывания упругих напряжений, возникающих из-за упругих деформаций сдвига. Чем больше период релаксации, тем сильнее выражены упруго-вязкие свойства системы. У жидкостей релаксация напряжений происходит с огромной скоростью и, следовательно, период релаксации очень мал. Упругие студни, желатина и агара, обладают довольно большим периодом релаксации. У идеально упругого тела, тела гука, период релаксации бесконечно велик. Релаксация является универсальным самопроизвольным процессом, протекающим во всех реальных телах. Если период релаксации очень велик по сравнению с временем наблюдения, то система ведет себя как твердое тело. Если же период релаксации очень мал, по сравнению с временем опыта, то система ведет себя как жидкость. Таким образом, период релаксации является параметром, объединяющим свойства твердого тела и жидкости. Синерезис. Студни как структурированные метастабильные системы подвергаются процессам старения, происходящим во времени самопроизвольно. При этом происходит дальнейшее сближение и ориентация частиц с выжиманием дисперсионной среды из каркаса студня. Объем студни уменьшается и жидкая среда спонтанно выпрессовывается из студня. В результате образуются две микрофазы – жидкая и студнеобразная. Это явление называют синерезисом. Синерезис происходит вследствие того, что при образовании студня не достигается еще равновесия системы и в ней продолжаются процессы, связанные с его установлением. У в высоком молекулярных студней эти процессы сводятся к установлению большого числа связей между макромолекулами, что способствует уменьшению объема студня. Тексотропия. Важным свойством студней, связанным с их структурно-механическими характеристиками, является тексотропия – изотермически обратимое превращение раствора в студень. Структуры некоторых студней, макромолекулы и каркасы которых связаны слабыми связями, под влиянием механического воздействия, например встряхивание, может быть сначала разрушено, а затем снова самопроизвольно после некоторого стояния восстановлено, вследствие возникновения связи между частицами студня, что происходит при определенных условиях, например, в результате случайных удачных соударений частиц, находящихся в броуновском движении. Постепенное восстановление структуры и нарастание ее прочности происходит не только тогда, когда система находится в покое, но и тогда, когда она находится в состоянии течения со скоростью меньше той, которая обусловила данную степень разрушения первоначальной структуры. В производственных условиях тексотропные изменения возможны, например, в горячих желирующих массах при их перемешивании, перекачивании, формовании. Структурно-механические характеристики студней. Студни обладают свойствами полутвердых тел. Среди этих свойств особенно важным в теоретическом и практическом отношении является их прочность. Для образования сплошной структурной сетки студня характерны качественные изменения механических свойств, возникновение жесткости, то есть статической упругости, прочности на сдвиг, периода релаксации. Напряжение мгновенно исчезает при прекращении действия силы для идеально упругого тела, подчиняющегося закону Гука. Напряжение сигма существует бесконечно долго, если тело идеально вязкое, подчиняющееся закону Ньютона. Исходя из указанных закономерностей, Риббиндером разработаны методы, позволяющие всесторонне характеризовать структурно-механические свойства структурированных систем и определять их качества, из которых важнейшими являются следующие. Первое. Условно-мгновенный модуль упругости, выраженный отношением напряжения сдвига к деформации, возникшей за времени превышающие одну секунду, значительно меньше, чем время релаксации изучаемых процессов. Этот модуль соответствует упругой, обратимой деформации, связанной с увеличением молекулярных расстояний и ликвидируемый тотчас же после снятия напряжения в результате действия молекулярных сил. Второе. Модуль эластичности или конфигурационной упругости полимера определяется соотношением действующего постоянного напряжения сдвига к максимально развившейся эластической деформации, упругого после действия. Представлено на схеме. Модуль характеризует интенсивность и величину внутри молекулярных связей. Третье. Степень эластичности, определяемая долей эластической деформации в общей обратимой деформации. Четвертое. Верхний предел упругости или предел текучести системы, то есть предельное напряжение сдвига сигма К. При сигма меньше сигма К в системе происходят только упругие деформации. При сигма больше сигма К пластическое течение. Пятое. Истинная вязкость. Вязкость ползучести или релаксационная вязкость определяется отношением напряжения к скорости нарастания остаточной пластической деформации. При напряжении дельта больше, чем есть тангенс альфа, то есть тангенс угла касательной к оси абсцисс. Шестое. Вязкость эластичности, упругого после действия. Определяющая скорость развития высокоэластической деформации, то есть постепенного изменения формы молекул, а не сдвига одной молекулы относительно другой, как это наблюдается при пластической деформации. В знаменателе производная дэпсилон по дтау нулевое есть тангенс угла бета, а производная дэпсилон по дтау остаточная тангенс угла альфа. Эластичность выражается как отношение напряжения к начальной скорости развития высокоэластической деформации, то есть к разности начальной скорости развития общей деформации и скорости развития остаточной пластической деформации. Структурно-механические характеристики студней можно представить моделью тела, обладающего упругими и вязкими свойствами. Мгновенную упругостью Е1 в сочетании с запаздывающей упругостью Е2, истинно вязким течением это 1, вязкостью упругого после действия это 2. На рисунке показано, как изменяется состояние модели тела при наличии и снятии напряжения. Изначально положение А под действием напряжения модель тела переходит в положение В, она испытывает мгновенную деформацию, соответствующую Е1, и связанную с изменением во внутренней структуре молекулы. Точь, час же, вступает в действие элементы запаздывающей упругости Е2, вязкости упругого после действия это 2, и истинной вязкости это 1. Тело находится в положении В. После внезапного снятия напряжения положения Г и Д, течение прекращается, положение модели на рисунке Г. И начинается спад деформации в результате запаздывания упругости, что приведет тело в положение А, когда остается только необратимая деформация. Зависимость деформации такой модели под действием приложенного напряжения показана на рисунке. Зависимость относительной деформации Эпсилон от времени при постоянном напряжении сдвига Сигма выражается уравнением по Алфрею. Из уравнения видно, что могут быть три основных случая деформации. Первое. При длительном воздействии напряжения сдвига в уравнении преобладает третий член течения. Второе. При кратковременном воздействии преобладает первый член упругие деформации. Третье. При средней продолжительности воздействия осуществляются промежуточные типы деформации. Определение структурно-механических характеристик студня. Определение выполняют, применяя специальные приборы. В промышленности для определения основного структурно-механического показателя, прочности студня, принят метод, основанный на использовании прибора Валента. Метод вошел в стандарт. Показания этого прибора носят эмпирический условный характер и выражают нагрузку в граммах на 2 квадратных сантиметра поверхности испытываемого студня, под действием которой студень продавливается. Данные, получаемые на приборе, сопоставимы с результатами определения прочности студня другими методами. Для измерения предельного напряжения сдвига ПК применяют конический пластометр. Более разносторонние структурно-механические свойства студня характеризуют, применяя другие опробированные приборы. Среди них необходимо выделить приборы Вейлера-Рибиндера и прибор Толстого, как наиболее удачные и широко применяемые. Факторы, влияющие на студне образование. Многие факторы оказывают влияние на процессы студнеобразования и свойства образующегося студня. Прочность студня возрастает при увеличении концентрации желирующего вещества, однако очень часто не в порядке простой аддитивности. Прочность возрастает пропорциональной степени концентрации. Эта степень может быть различной в зависимости от специфических особенностей желирующего продукта. В студнях в первое время их образование происходит упорядочивание в ориентации вступивших в связь элементов структуры и возникновение новых связей. Этот процесс протекает более интенсивно в неохлажденных растворах при температурах, близких к студнеобразованию. Повышение температуры способствует также отбору более прочных связей. При быстром охлаждении до низких температур у растворов, содержащих студнеобразователь, повышается вязкость, которая замедляет образование связи между макромолекулами и препятствует упорядочиванию структуры. Часть связей, которые могли бы возникнуть при более высоких температурах, не образуются и полученный студенимеет пониженную прочность. Желирующие вещества, являющиеся полиэлектролитами, такие как агар и агароид, обычно имеют нейтральную реакцию PH около 6-7. В присутствии даже слабых кислот и особенно в условиях повышенных температур легко гидролизуются, при этом резко снижается их желирующая способность. Влияние кислот на различные желирующие вещества не одинаково. Водные растворы пектина и желирующего крахмала значительно более устойчивы к действию кислот, чем агар и агароид. Все применяемые в кондитерской промышленности студнеобразователи не растворяются в спирте и многих других органических растворителях, но обладают значительной растворимостью в воде. Сахара и некоторые виды спиртов, манит, сорбит и ряд других аналогичных веществ снижают растворимость студнеобразователей и одновременно увеличивают прочность студневых структур, повышают температуры плавления студней и застудневания их растворов. Пектины без сахара обычно студней не образуют. Смешивание, то есть одновременное применение различных видов студнеобразователей требует очень тщательного учета свойств каждого вида в отдельности. При соблюдении всех необходимых условий смешивание студнеобразователей обычно не носит аддитивного характера, то есть свойства смесей не совпадают с расчетными. Соли щелочных и щелочноземельных металлов влияют на студнеобразующие вещества. Их влияние на отдельные студнеобразователи не одинаково. Положительное действие на процесс студнеобразования соли оказывают лишь при малых их концентрациях, не превышающих 0,05 нормальных. Повышение концентрации солей приводит к снижению прочности студней, возможно из-за высаливания и к некоторому ухудшению вкуса. Соли слабых кислот, добавленные в кондитерские массы, содержащие слабые кислоты, являются типичными буферными растворами, обладающими свойствами сдерживать процессы гидролитического расщепления студнеобразующих веществ, сахарозы и других. Это свойство солей наиболее положительно отражается на прочности студнеизделия, изготавливаемых на агороиде. Объясняется это тем, что растворы агороида при уваривании частично гидролизуются с образованием кислоты. Введение солей задерживает этот гидролиз, отчего прочность студнеобразных изделий возрастает. На изделиях, изготавливаемых с агаром, положительный эффект действия солей сказывается меньше, но в эти изделия также иногда вносят соли, что позволяет повышать температуру в сушилках и ускорять процесс сушки изделий. В силу изложенного эти соли часто называют буферными солями. Введение солей в сахарные сиропы, содержащие студнеобразователи, снижает температуру застудневания. Наибольший интерес представляет применение солей в малых концентрациях порядка от 2 до 6 сотых Н при производстве желеобразных изделий на пектине. Введение солей в эти кислые пектино-сахарные системы сдерживает не только гидролитические процессы расщепления сахарозы, пектина и других веществ, но и сам процесс студнеобразования. Соли делают систему пектино-сахарного раствора более устойчивой против перехода в структурированное состояние. Студнеобразование осуществляется лишь при условии снижения содержания влаги в системе и зависит от количества добавленной соли. Кислые пектино-сахарные растворы с содержанием пектина 6,8% при pH около 3,2, каковыми являются яблочно-сахарные смеси без введения солей. Студне образуются равнительно быстро и при высокой влажности, то есть при низком содержании сухих веществ в системе. Практикам производства мармелада хорошо известно, что смесь яблочного пера с сахаром без добавления солей, оставленная в покое, вскоре теряет текучесть, начинает желировать. И изделия, изготовленные из этой смеси, имеют пониженную прочность структуры, так как структура их формируется из обломков механически разрушенного каркаса студня. Уваривание яблочно-сахарных смесей один к одному без солей в условиях производства удается вести до содержания в массах сухих веществ 60-61%. Дальнейшее уваривание обычно приводит к браку, так как масса начинает желировать в варочной аппаратуре. В этих условиях дальнейшее удаление влаги приходится вести уже не в процессе уваривания жидкой массы, а в процессе сушки из трудно отдающих влагу структурированных изделий. Введение солей сдерживает процесс студнеобразования, позволяет удаление влаги вести в процессе варки, а не сушки, что приводит к резкому сокращению циклов производства. Увеличением концентрации соли до 0,06 Н можно получать яблочно-сахарные массы с весьма высоким содержанием сухих веществ до 80% и даже более. То есть переводить яблочно-сахарные системы из мармеладных в патовые или конфетные. Следует отметить, что в этих случаях при значительном увеличении содержания сухих веществ в массах необходимо понижать структурную вязкость, что достигается увеличением количества сахара по отношению к пюре. Действие солей на процесс студнеобразования пектина очевидно следует объяснять тем, что металл соли, обычный натрий, вступает в реакцию с незамещенными карбоксильными группами пектиновой молекулы, изменяет зарядность, повышает гидрофильность и растворимость. Поэтому для сцепления макромолекул в студневый каркас требуется большая близость между молекулами. Действие солей на процесс студнеобразования является процессом обратимым. При добавлении кислоты действие солей прекращается и система образует студень. Это объясняется согласно высказываниям Гликмана тем, что при подкислении пектина сахарных растворов частично высвобождается ионы металлов карбоксильных групп слабой пектиновой кислоты, образуются межмолекулярные водородные связи, способствующие образованию каркаса студня. Подкисление в целях образования студня требует оптимальных условий. Наилучшим является pH среды 3,1-3,3. Понижение pH приводит к получению быстро синерирующего студня, а повышение к замедлению студнеобразования. Применение солей при изготовлении желеобразных изделий на пектине позволяет управлять процессами студнеобразования и получать массы, способные к студнеобразованию, с заданными свойствами как по содержанию в них сухих веществ, так и по скорости студнеобразования, оперируя добавлениями солей и кислоты. Возможность управлять с помощью внесения солей и кислоты процессом студнеобразования позволило значительно изменить и рационализировать производство желеобразных изделий на основе пектина. В производстве фруктового формового мармелада время сушки сократилось в 6-7 раз с 36-40 часов до 5-6 часов. Облегчились условия механизации, сократились площадь на единицу продукции и длительность цикла производства. При изготовлении пластовых мармеладов появилась возможность отказаться от применения агара, появилась возможность вывести из варочных отделений стадию смешивания в специальные рецептурные цехи и приготовлять яблочно-сахарные смеси на полусменный или даже сменный расход, что резко улучшило санитарные условия. В производстве патов и фруктово-желейных конфет оказалось возможным получение желеобразной структуры на основе яблочного пюре, а не абрикосового. В производстве зефира появилась возможность заменять агар пектином. Все отходы студнеобразных кондитерских изделий при резке из других участков оказалось возможным перерабатывать, возвращая в те же изделия со значительным сохранением студнеобразующих веществ. В этом видео мы рассмотрели студнеобразование. Спасибо вам за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления и вы будете регулярно получать уведомления о новых видео. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам успехов и до новых встреч.